Всем привет, меня зовут Стас, и в общем это компания Soft Club. Итак, сегодня я решил рассказать за интересное приложение, называется оно Foursquare. Очень многие им пользуются и точно такое же количество людей вообще не понимают, что это, зачем это нужно, а еще такое же количество людей не понимает вообще нафиг это надо, в том числе для и я. Итак, мы заходим в Foursquare, значит, в двух словах, что это за приложение. Естественно, вы должны разрешить использовать ваше текущее место расположения, а также войти либо через Facebook, либо с помощью регистрации, но я думаю, что здесь все понятно. Я захожу, естественно, через Facebook, у вас открывается приложение вашего Facebook, в котором вы разрешаете доступ ко всему. Окей, вот и мы возвращаемся. Пуш-уведомления, да. Добавить хронику. Значит, в чем суть, давайте так, Foursquare, вы ходите по городу, запускаете данное приложение, ищите заведение, которое находится в вашем радиусе и чекинитесь там. Значит, когда вы нажимаете кнопочку чекин, все ваши друзья там с Facebook, либо те, кто отдельно вас добавил именно в Foursquare, либо тем социальным сетям, к которым вы привязались, они все видят, что вы здесь были. Значит, более того, вы можете оставить комментарий к тому, так сказать, заведению, там, да, если вы где-то сидите в кафе, о том, что здесь классно готовят, здесь приятная пища, выложить фотографию, да, и много-много другое. Вот, поэтому здесь спрашивают, добавить ли Foursquare в вашу хронику, да, то есть то, что у вас будет в Facebook, вернее, то, что у вас будет в Foursquare, то, что вы будете чекиниться, будет ли отображаться в Facebook. В данном случае я нажимаю, да, как бы, ну, и так, как я разрешил, здесь, естественно, да, вы можете искать поиском, это вы нажимаете чекин. Итак, мы открываем, смотрим, что уже возле меня есть какие-то заведения, вот, здесь, ну, то, что происходит поблизости, да, в 30 минутах от меня, какая-то мэри, там, азбука, да, то есть это, по сути, мои друзья, которые я уже добавил к себе в Foursquare. Обратите внимание, кстати, у меня 37 уведомлений, вот, вот таким вот образом они выглядят. Мир тесен, кажется, там, ваш друг зарегистрировался в Foursquare, вот, а вы можете, допустим, здесь просмотреть, инуси упомянул о вас в своем чекине, вот, и многое другое. Значит, в данном случае мы это закрываем, смотрим всю историю, видите, люди выкладывают свои фотографии, где они были, там, ну, и многое-многое другое. Я нажимаю сейчас чекин и смотрю, здесь у меня есть на Жуковского, так, вот, есть какое-то такое заведение, такое заведение, там, Нархоз у нас, кстати, есть, Пушкинская, кстати, вот здесь вот я когда-то учился. Вот он мне определяет, что вы будете здесь делать. Вспомнил, вспомнил молодость. Приблизительно так. Фотографию могу добавить, в данном случае я это делать не буду, в Твиттере разрешаю, в Фейсбуке тоже разрешаю. Нажимаю чекин. Все, теперь все мои друзья, это мой первый чекин, да, спасибо большое с 12 апреля, ну, я же говорю, я не пользуюсь этим приложением, вот, в Украине, окей. Все, теперь все мои друзья увидели, что я в данном, возле данного заведения зарегистрировался, да, вы это можете точно так же просмотреть в истории. И, конечно же, здесь идет список профиля и истории, это мои друзья, там, статистики, ну, видите, она у меня особо небольшая, там, 3 бейджика, 6 фотографий и так далее. И, конечно же, список планов, это то, где мы хотим быть, то, куда мы хотим быть. Ну, вот, софт-клаб, да, я как-то добавлял свой офис, я уже не помню, старый еще. Вот, и все, конечно же, списки. Итак, приложение, не могу сказать, что я, ну, как, не буду им пользоваться, мне, в любом случае, для рекламы это нужно, поэтому, ну, конкретно для того, нужно вам это приложение или нет, решительно решать вам. Потому что, ну, данное приложение, оно, как бы, специфическое. Кстати, еще Comedy Club Павел Воля, если вы смотрели его видео, просмотрите в YouTube в поиске Павел Воля про чекины. Вот, убийственное видео, просто вот он как раз объясняет, для чего это нужно и кому это надо. Вот, поэтому, ну, хотите, пользуйтесь, хотите, нет, чекиньтесь. В основном это делается, кстати, на конференциях. На тех конференциях, которые я посещал по YouTube, по Google, однозначно Foursquare я пользовался, потому что там, ну, там это, по сути, нужно было, для того, чтобы вас могли найти, для того, чтобы вы могли, там, зачекиниться, здесь сказать, там, тут ведет такой-то репортаж, такой-то, такой-то человек. Естественно, люди будут это видеть и могут к вам туда подойти. Вот, ну, а так, конечно же, оно не зловредное, это приложение, но, тем не менее, многие им пользуются, многие нет. Спасибо, что были с нами. Посещайте наш Twitter, посещайте наш канал, естественно, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии подобных приложений, которыми вы пользуетесь и которыми бы вы хотели пользоваться и сделать на них, чтобы я сделал вам на них обзор. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до скорых встреч.